Всем привет! Сегодня расскажу, как отгрузиться придайверу в бассейне. Отгрузка для придайвинга в бассейне очень важна, так как позволяет придайверу двигаться толще воды, не всплывать и не тонуть, и все это делать без усилий. Как правило, начинающие придайверы, когда только приходят на курс, сразу рассказывают, что они уже пробовали нырять в бассейне, но всплывают. И много усилий тратят на то, чтобы не всплывать. Правильная отгрузка позволяет нам всего этого избежать. Опытные придайверы очень хорошо отгружены и поэтому плывут далеко, потому что не тратят много лишних усилий. Итак, несколько вводных правил. Отгружаться нужно именно в том комплекте, в котором вы собираетесь нырять, например, на соревнованиях. Правило номер два. Ваш объем вдоха всегда должен быть одинаковым. То есть, если вы делаете просто глубокий вдох, делайте его всегда примерно одинаковым. Если вы делаете упаковку, то делайте одинаковое количество упаковок. Правило номер три очень важное. Даже здесь сразу будет несколько правил. Это нужно следить за тем, что когда вы отталкиваетесь от бортика, вы скользили строго горизонтально и не уходили на глубину. Как правило, у начинающих придайверов есть такая проблема, что они, когда заныривают, просто ныряют на дно с каким-то градусом. Под 30 градусов, под 40 градусов, все по-разному. Но есть такая распространенная ошибка. Если посмотрите на ведущих придайверов, то они отталкиваются и просто скользят вперед. Не всплывают и не уходят на дно. Здесь очень важным также является состояние вашей поясницы. Она не должна быть прогнутой. То есть вы, ваше тело должно представлять из себя единую горизонтальную линию. Если прогибаться в пояснице, то, как правило, начнутся проблемы. Вы либо начнете всплывать, либо ноги начнут всплывать. Короче говоря, следите за тем, чтобы поясница не была прогнута. Подкручивайте таз, включайте немножко пресс и скользите горизонтально. У меня на днях пришел новый лобстер. На следующей неделе у нас будут первые соревнования в этом сезоне. Поэтому я пришел в бассейн для того, чтобы также отгрузиться. И сейчас будем пробовать это делать. Для того, чтобы понять, правильно мы отгружены или нет, вам нужно одеть на себя тот комплект, который вы хотите. В моем случае это какой-то определенный гидрокостюм. И взять какое-то эмпирическое желаемое количество груза. Дальше начинаем нырять. Но это не ныряние в полной координации, а просто толчок от бортика, скольжение максимально длинное. И в конце вы заметите, что вы либо тонете, либо всплываете. И в зависимости от этого нам надо либо убавить груз, либо прибавить. У меня на этой неделе пришел новый комплект лобстера. И на следующей неделе у нас будут первые соревнования в этом сезоне. Поэтому я пришел в бассейн в том гидрокостюме, в котором я буду выступать на соревнованиях. Взял с собой новый лобстер и комплекты грузов от старого лобстера. И сейчас буду подбирать ту отгрузку, которую буду использовать на предстоящих соревнованиях. Вначале я возьму просто обычный стандартный комплект лобстера. Попробую нырнуть в нем и посмотрим, что получится. Я буду выступать в двух дисциплинах, в разногах и в моноласте. Поэтому я буду отгружаться в разногах. Если бы выступал в брасе, то, наверное, я бы отгружался только в брасе. Я буду выступать в брасе. Я буду выступать в брасе. Сейчас как Жене было гораздо лучше, но как видите опять всплыл, получается еще надо добавить. Добавил еще 500 грамм. Желтого цвета больше нет. Добавил красный. Пробуем. 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 Пол бассейна, даже чуть побольше, метров 16-17. В целом неплохо, но сейчас попробую еще прибавить. Посмотрим. Добавил еще 400 грамм. Сейчас буду пробовать. Но, честно говоря, я уже скептически отношусь к такой длине груза. В моем случае лобстера. Потому что больше груза должно быть все-таки в районе шеи, а не распределено на спине. В любом случае сейчас попробую, потому что всегда нужно экспериментировать, попробовать. Но уже мне это немножко не нравится. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И это при том, что у меня костюм 0,5 мм практически без плавучести Приходится, пришлось столько груза на себя навесить Сейчас пора попробовать проплыть 50 метров в полной координации Интересно, что получится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проплыл 50 метров в полной координации Скольжение вполне себе хорошее, приятное Гораздо лучше, чем раньше я нырял все то же самое с 5 кг Поэтому отгрузка это очень важная часть подбора оборудования Подбирайте, экспериментируйте, пробуйте и ныряйте в удовольствие Всем доброе утро И я продолжаю рассказывать про свою отгрузку В прошлом видео я показал, как я отгружался в бассейне И поделился с вами своим мнением То, что груз вроде бы достаточный, но хвост получился слишком длинным И у меня возникла гипотеза, что нужно использовать более тяжелую базу от лобстера Вот, что в целом я и сделал То есть, смотрите У лобстера есть 2, 3 даже еды базы Вот это вот medium Это large Это весит 2,5 кг Это весит 4 кг И, соответственно, чтобы мне укоротить мой хвост Который был очень-очень длинный Я решил использовать вот такую базу Которая весит 4 кг Это бы мне позволило убрать часть груза с хвоста В общем-то, что я и сделал Взял эту базу У меня были, конечно, тоже некоторые опасения Потому что я уже пробовал до этого использовать такую базу Вернее, даже не использовать, а у товарища брал Попробовать Она мне показалась слишком громоздкой На шее казалось, что она лежит не очень хорошо Но, попробовав в этот раз Убедился, что в целом и она лежит нормально Я не отличаюсь какой-то огромной комплекцией У этого лобстера усы достаточно длинные И я полагал, что будут какие-то, может быть, проблемы со стрелочкой или еще с чем-то Но потом, как оказалось, никаких проблем нет Когда наклоняешься, лобстер свисает И отлично лежит Ну, короче Вот Теперь Моя отгрузка Выглядит следующим образом База 4 килограмма Недлинный хвост Длинный хвост Почему мне не нравится? Потому что При разворотах Он, короче говоря, может немножко скатиться куда-то набок И в стартовом нырке Будет неприятно И вызовет излишний какой-то дискомфорт, напряжение Ну, вообще просто даже мысли об этом Вот Поэтому я за то, чтобы все-таки хвост был не супер длинным Здесь у меня получился вес немного меньше, чем я отгружался Планирую я докупить еще несколько сегментов Чтобы хвост стал чуть подлиннее И общий вес моей отгрузки был больше Вот В таком комплекте, короче говоря, я проплыл на прошлой неделе на Кубке России На прошлой неделе, вот в такой отгрузке Хорошей отгрузке, надо сказать Я поэкспериментировал, подобрал для себя то, что мне нужно Вот Проплыл, в общем, я в классических ластах свой лучший результат на сегодня 165 метров В моноласте тоже хорошо нырнул 183 метра Вот Ну и Как бы Я считаю, что отчасти Конечно, не только от отгрузки Это зависит, но отчасти все равно это благодаря правильной отгрузке Потому что Когда вот я только примерял эту отгрузку Сами видели в видео Как я был доволен от нырков на 50 метров Потому что они действительно были легче То есть количество грибков и усилий Нужно было прилагать меньше в этом нырке Вот, друзья В общем, отгружайтесь правильно Отгружайтесь так, чтобы вы не тонули и не всплывали Подбирайте для себя оптимальные груза Ну, а если вы решили в качестве отгрузки выбрать лобстер Как я То всегда можете обратиться в наш магазин подводного снаряжения Апноагир У нас лобстеры всегда есть в наличии Мы официально представители лобстера в России Есть все модели И маленький лобстер Средний Большой В разных цветах Есть из чего выбрать Обращайтесь Будем рады вам помочь Спасибо, что досмотрели это видео до конца Мне кажется, оно получилось достаточно информативным Интересным Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Спасибо И до встречи в новых видео Продолжение следует...